Женя, добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю, что вы недавно были в Украине, даже видел вас в инстаграме вашим за рулем, как вы ездили за рулем автомобиля по украинским дорогам. Расскажите, где вы были и какова была цель визита? Цель визита... Мне как-то задали вопрос, когда меня приглашали на бизнес-концентрат в 21-м году, цель визита. Я сказал, что я секс-турист. Я пришел трахнуть мозг всем. Я говорю, такие шутки сейчас уже не пройдут, поэтому с момента полномасштабного наступления я с пустыми руками не езжу, так как это считаю моральным. Но не просто вы приезжаете с полными руками, вы привозите конкретные вещи. Да. Это у нас тревога. Ну вот, сколько вы... В прошлый раз было медицины, у нас в этот раз было в два раза больше. Мы взяли на себя какие-то повышенные обязательства, нам отгрузили очень много в кредит. Я до сих пор 60 тысяч, по-моему, не отдал. Вот. И несколько дней назад предложил ужин с собой в Хайде с экскурсией, но донор посчитал, что за кровать и шарите лучше оплатить, чем за медицину, поэтому вот еще за кровать мы оплатили, а за медицину еще пока нет. Я готов на ужин с большой компанией. Мне вот обещал один из известных украинских коммерсантов прийти с большой компанией, но пока оплата не прошла, вакансия открыта. Где вы побывали, кроме Киева, в этот раз? Мы приехали в Киев. С 6 утра выехали из Жешува. Из-за того, что была забастовка на Краковец, этом пункте, но они пропускали маленькие машины, а никто не поехал. Мы очень быстро проскочили, слава богу, по починенной дороге, надо отдать должное, во время войны очень быстро долетели до Киева, разгрузились в районе пяти вечера, в десять прыгнули в поезд и в семь тридцать утра были уже в Запорожье. В Запорожье и в окрестностях Запорожья мы проехали по нескольким больницам, потому что как с гражданскими, так и с военными, потому что в эти больницы там меняется этот коечный фонд и вот эти очень хорошие гидравлические кровати, которые меняют шарите, и фонд, принадлежащий, курируемый княжной Сасекской, не Сасекской, а Саксонской, прошу прощения, немецкой княжной, которая еще правнучка Мичурина к тому же. Вот так сложилась. Который яблоки делал. Увеличил, да. Вот, они меняют эти самые кровати. Мы понимали, что на каком-то моменте мы их состыковали с Министерством здравоохранения, потому что они немного тревожились мошенников и хотели, чтобы это точно пошло в правильные руки. И какое-то время были просто консультантами, а сейчас выступаем как логистический партнер в том числе. То есть вы были еще в Запорожье, где еще? В Запорожье и назад просто днем поехали из Запорожья. Ну, считайте, что нигде, потому что неслись в Киев просто по дождю, по дикой погоде уже. Не могу не спросить о том, что взволновало миллионы людей по разные стороны баррикад. В интервью мне профессор Соловей, который долгое время руководил кафедрой ГИМО, и профессор, доктор наук, сказал, что Владимир Путин благополучно скончался 26 октября у себя в резиденции на Валдае. Там его положили в холодильник, где он до сих пор лежит. Его обязанности исполняет двойник по кличке Васильевич, а руководит Россией, по сути, Патрушев. Что вы об этом думаете? Знаете, мы все в детстве выросли на книжке Носова «Фантазеры». Там был мальчик нарисованный, который поднимался на воздушных шариках на голубом фоне. Что можно сказать? У меня есть несколько знакомых, которые в клубе «Альтернативные истории». Из-за того, что они большие доноры на медицину, я тоже иногда слушаю рассказы о том, как Петербург построил не Петр Первый, а его рабы, а древние какие-то скандинавы сделали основу этому городу и так далее. И «Альтернативное понимание всех войн и происхождение народов». Если это тешит как-то душу и от этого спокойно не спится, мы с удовольствием послушаем профессора Соловья. Например, Юрий Лоза утверждает, что Земля плоская, потому что нет другого доказательства. Реки никуда не скатываются, иначе вода бы улетела куда-то и так далее. Юрий Лоза молодец. Вот. И на плоту бы он никуда не доехал, если бы она была плоская. На маленьком. Хочу уточнить, это важно. Детализация важна в данном случае. Поэтому, знаете, я долго же время был, по сути, соседом Путина. Я жил на Рублевке, совсем недалеко. И мой новый дом должен был быть совсем на той же первой линии. Мы от ресторана, от нашего, на лодочке просто доплывали до путинской резиденции много раз. И несмотря на то, как там очень много народу работает, что знает двое, знает свинья обычно. Когда появилась Алина Кабаева, это был слух, когда там еще что-то появилось. Ну, то есть, все, что происходило там, за забором, оно по Рублевке достаточно быстро распространялось. Кто в фаворе, кто не в фаворе. Кого приблизили, кого не приблизили и так далее. Кстати, дача Патрушева, мне кажется, она там же. Для нее можно было просто от Новиковского ресторана доплыть физически. Просто кролем собрать там цветочек, этот кувшинку и привезти. Ну, вот это вот. Поэтому все знали все, что и где, как происходит. Поэтому, безусловно, если бы даже Путин был серьезно болен, ну, вот прям серьезно болен, действительно, а слух бы об этом пробил любой бронебойный бетон. Что знает двое, знает свинья. А опять-таки, если ты устал от негативной информации, то профессор Соловей идеальный для этого подход. Народ уже гадал просто, в каком холодильнике он лежит. LG, Samsung, Донбасс, Минск, какие еще холодильники есть. А вы берете, разрушаете такую прекрасную информацию. Ну, зачем? Ну, простите. Если коротко. Я больше так не буду. Хорошо. А скажите, вот реальный вопрос про двойников. Ну, мне он все-таки не дает покоя. Я рассуждаю просто. Ну, не может, наверное, один человек с кем-то сидеть на расстоянии 7,5 метров, а с кем-то целоваться чуть ли не в засос в Дагестане, в Дербенте. Хотя я понимаю, что могли этих людей завести, актеров поставить, 7 дней посидели на карантине. Есть двойники или нет двойников? Я думаю, что слух о двойниках очень преувеличен. Я думаю, что иногда очень редко используется для каких-то публичных выступлений. Не публичных выступлений, а публичных появлений. Когда три одинаковых вертолета летят, наверняка там тоже издалека будет видно, что заходит три одинаковых человека. Потому что он летал тремя вертолетами одинаковыми. Это тоже было прямо рядом. То, что он сидит там не в той машине, в которой какой-то другой, это очень может быть. Но я думаю, что в Мариуполе был он, в Дербенте не знаю, не уверен. То, что людей он побаивается, это абсолютно факт. То, что сидели в карантине все подолгу, это тоже абсолютный факт. А параноидально боится людей. То, что с собой ездит вся массовка и весь продакшн, это тоже факт. Это много раз доказывало и в БК. И одни и те же ФСОшники, они то рыболовы, то они оленеводы, то они нефтяники, то они сотрудники социальной службы, то еще кто-то. Это одни и те же невзрачные, но, как правило, без характерных черт лица. Его сопровождают якобы на богослужениях и прочего. Ну, тоже с другой стороны, если бы были двойники, вы правильно абсолютно говорите, то, что знают двое, знают свиньи. Они уже все все знали, правда? Да, да, да. Я думаю, что они какие-то люди есть, но они крайне редко используются. В сто раз реже, чем об этом говорят, скажем так. А то, что он меняется, а то, что он меняется внешне, это результат постоянного желания омолодиться, улучшить себя, лучше выглядеть, это результат уколов и результат работы над... Потому что он выглядит хорошо. То есть он плохо стареет, некрасиво стареет, ему хочется выглядеть молодцом. Он много занимается спортом, не пьет, не курит, плавает в бассейне и так далее. Из бабы и ни. Здесь как раз я слышал, опять-таки, когда, тогда давно я еще жил, наоборот, что для здоровья очень даже да-да, вот. Но, опять-таки, сейчас, я не знаю, свечку не держал. Вроде как со здоровьем все было у него неплохо. Будем предельно честны, ждать и уповать этого точно, на это точно не стоит. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Ну вот удивительным образом, смотрите, Маша Максакова, бывший депутат Государственной Думы России, вы же понимаете, что она не из простой семьи, и она общалась в бытность своей жизни в Москве со многими. Она в интервью от Олеси Басман сейчас сказала вообще, что Путин гей, Медведев гей, Песков гей, Навка лесбиянка и так далее. Это соответствует действительности, на ваш взгляд? Вы знаете, по какой-то древнерусской традиции, очень обычно, если хотят человека как-то первым делом, когда хотят вызвать негативную реакцию, меняют ему национальность на еврейство, предпочтение на гомосексуальные и коверкают фамилии. Вот это три признака, как пытаются вызвать к человеку негатив, если человека не любят. То есть Путин гей, еврей, не Путин? Я думаю, что он не еврей, не гей. Безусловно, в окружении Путина есть геи, понятно, не открытые. Например, когда-то недалеко от счетной палаты был такой ресторан с Семи Фредой, и мы там встречались с какими-то людьми, которые пытались решать вопросы, он реально был похож в какое-то время на такой гей-клуб возрастной достаточно. Ну, абсолютно ничего страшного в этом нет. Там главное не высовываться и иметь общую точку. И не высовывать. Да, и не высовывать, когда не нужно, и иметь общую точку зрения, колебаться вместе с линией партии, и если тебе велели ответить, есть. Вот, это то, что ценится. Чем ты там у себя, как это, дома у себя этим занимаешься, да? Чем ты дома у себя этим занимаешься, это, по большому счету, пока еще никого не тревожит, пока еще осень патриарха не зашла в ту глубокую стадию, когда за это казнят. Вы знаете, я вам предложу сейчас представить себя на месте Путина. Я понимаю, что это сложно, тем не менее. Вот о чем бы вы на его... Путина, на какой год? На сейчас. Оф! Вот о чем бы вы на его месте думали? Какие у вас были бы мысли вот в шкуре Путина? Как выползать, отползти из-под санкций, закончить? А зачем мы под санкций уползали? Все хорошо? Ну нет, не все хорошо. Они делают вид, что все хорошо, нет, нет. 600 миллиардов на газе и нефти они поимели? Ничего себе нормально. Поимели, но смотрите, нефть стоит там 80, они продают ниже 60. 600 миллиардов. Ну, а так больше получилось. Нет, выползти из-под санкций, убедить всеми путями, всеми путями, что... Ну нет, если бы я был на месте Путина, я бы, наверное, не таким топорным. То есть, если ты понимаешь, что тебе земля эта дает легитимность пожизненно, я бы не пошел таким топорным путем. То есть, я себе не представляю, что я бы послал просто войска, ну, просто себе не представляю себя. То есть, если я в этот момент вдруг оказался и переродился в этом кресле, ну, старой византийской традиции снять санкции, снять санкции, остановить, сместить фокус, кого-то подкупить, кого-то ублажить, кого-то отравить, чтобы это все перешло в режим тишины. Все перешло в режим тишины, вот, и постепенно со всеми аккуратно договариваться, сфокусироваться на деньгах. Вот, это если бы я оказался сейчас, потому что доказывать, что ты белый и пушистый уже абсолютно невозможно, ну, просто без шансов, тебе уже никто не поверит. Поздно. Ты кровавый диктатор, точно. Поздно. Да, ты кровавый диктатор, но ты можешь быть, как Муаммар Каддафи, покаяться за Боинг и аккуратно под старость сползти в филантропию. Вот. И сосредоточиться исключительно на бабках. Без переместить, сместить для народа фокус величия на чем-то другом. Вот. И сосредоточиться на бабках, что все еще, они все еще могут достаточно неплохо, неплохо сделать. Вот. На его месте. Но, если я на его месте отзываю войска, меня тут же сносят. Да, потому что, для чего погибли мальчики. Сразу вспомнить, сколько погибли, сразу их посчитают. Вот. У него этого выхода нет. А сказать, что мы заплатим репарации, ну, даже не репарации, а компенсации. Потому что репарации – это послевоенного поражения, которым, ну, будем предельно честны, не пахнет. Вот. Тоже это никто не поймет. А почему? Зачем? Договориться о покупке этой земли уже поздно. Если бы речь шла о Крыме когда-то давно, то какими-то всеми правдами, неправдами, хитростями, нехитростями, долгими, сложными договорами, переговорами, чудовищным подкопом, может быть, это получилось с условным Януковичем, может быть, а может и не получилось. Но сейчас это все, то есть везде прошли все красные линии, которые только можно. Сейчас можно только отползать, успокоить мир, что ты не будешь представлять больше никакой военной агрессии, никого пугать. Вот. Если тебе дадут спокойно торговать нофтегазом, спокойно собирать бабки, дальше отдаивать весь мир. Вот. Это самый мягкий вариант, который у него есть. При этом все, все, что он хотел потратить на вооружение, на него потратить, чтобы вооружиться до зубов, потому что, ну, кто знает, выиграет условный милей в Америке, нагрузит Украину оружием, придется отдавать землю, и тогда опять тебя снесут за военное поражение. Выходов у него не так много. У него нет красивого, никакого выхода нет. Вот. Они все очень компромиссные. Некрасивые. Это может быть кровавая, дальше кровавая мясорубка усилить и продолжать и любыми мясными штурмами забирать дальше землю, как забирать назад то, откуда они отступили. Вот. Что я подозреваю, они попытаются сделать или хотя бы попытаются напугать всех, что они это будут делать. Вот. Либо как-то сползать, бетонируя ту линию, которая есть, сползать на переговоры. Всеми, еще раз, подкупом, правдами, неправдами, включением огромной пиар-машины, что они тоже научились делать неплохо, надо отдать должное. Вот. И так далее. Хорошего выхода нет. Есть чуть менее кровавые и коррупционные, и чуть менее кровавые. Есть мясорубочные. Вот. Так как они деградируют, судя по всему, менее кровавых, наверное, у них в планах пока нет. Его могут там, условно, этот мир охладить, но пока мы не видим воли этого мира, чтобы его охладили. И он продолжает грузить деньги и все большие компании, русские покупают. Деньги, смотрите, деньги в страну продолжают грузить. Деньги из страны не выпускают, запад не принимает, а туда нагружают деньги. Людей туда выдавливают, оттуда людей не выпускают. Если в одной банке много людей, которых не выпускают, а туда можно приехать, и много денег, которые туда присылают, а туда оттуда не выпускают, то в этой банке много богатых людей. Это то, что сейчас происходит в Москве в эту самую минуту. Как пел Высоцкий, отсюда не пускают, а туда не выпускают. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты, птичье молоко, Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч, и приближайте победу Украины. Я думаю, у меня есть мнение такое, что, помните, в советское время говорили, есть мнение на партийных собраниях? Есть мнение. У меня есть мнение, что ему сейчас главная задача, Путину, продержаться до своих выборов, до своего переизбрания, так, чтобы не делать мобилизации, а потом он сделает всеобщую мобилизацию и будет сжать до конца. У него нет другого выхода, мне кажется. Он уже заряжен. А у него выходов, из выходов, у него, скажем так, достаточно узковатый горизонт, но у выхода, еще раз, у него есть выход забетонировать линию, просто окопаться и сказать всем, что мы дальше не пойдем. И для всех это будет абсолютно, для всего мира, это для всего мира будет так, мы можем грузить меньше на Украину. Я не говорю не в, а на, имеется в виду, на правильный. Женя, ему веры нет, а кто же ему поверит? Ну, он скажет, мы дальше не пойдем. Во-первых, Украина с этим никогда не согласится. Во-вторых, к нему веры нет никакой. Он же врун. Да, он патологический врун. Но, опять-таки, если это будет подтверждено шестью месяцами отсутствия атак наступательных, то через какое-то время поверят. Все же хотят поверить, как и профессору Соловью. Как и профессору Соловью все хотят поверить, так и ему хотят поверить, что он больше на него не будет нападать. Копить силы будут, потом ударят опять, но уже собравшись. Скорее всего, да. Потому что, я говорю, что у этого диктатора видимо, такая планита и такой путь. Я думаю, что 110 миллиардов, запланированных на следующий год, это как раз на нападение, а не на оборону. Но о том, что есть ли у него вариант аккуратно начать спускать на тормозах, это может занять год или два и больше, потому что Украина не генерирует прибыли достаточного продукта, чтобы воспроизводить боеприпасы и наступательное вооружение. Украина полностью зависит от переговоров феноменального дипломата Зеленского и его команды. Все, что Украина получает, зависит от того, насколько эти люди 24 на 7 ведут самые крутые за всю историю Украины переговоры по своей безопасности, по безопасности страны. Вот. Сколько это еще, опять-таки, как только, там же тоже избиратели требуют, тоже посматривают, они тоже устанут через какое-то время видеть в статьях расхода деньги, которые уходят, их деньги, которые уходят куда-то. Если они видят, что как в 50-м году не двигается в Корее никуда линия обороны, то так или иначе, скажут, может быть, если не получается дальше продвинуть, может быть, заняться внутренним позитивным строительством и так далее. Так или иначе, война это настолько противоестественный процесс, что даже те люди, которые будут искренне считать, что не дожали и абсолютно святым делом занимались, чтобы вернуть эту землю, так или иначе усталость, она дойдет. Я общался с военными, с разными, со знакомыми, с незнакомыми. Усталость накапливается, это неизбежный процесс, мы же не роботы, мы все не роботы, человеческие люди, живые, и в какой-то момент, когда ты видишь, что хотя бы продвижение, ты понимаешь, что от твоих усилий это зависит, и это одно, когда с той стороны, как из рога изобилия, а идут мясные штурмы, никого не жалко, об этом никто не пишет, никого не жалко, ничего не свято. В какой-то момент меняется просто картина мира у людей. Может поменяться, еще раз, я искренне желаю Украине победы, и я считаю, что совсем недавно с моей московской подругой спорила. Армия мародеров, воров и насильников должна быть поганой метлой выкинута. Украина это не может делать без западной помощи, де-факто сейчас. Если Запад увидит, что конфликт замораживается, и если Путин продемонстрирует, опять-таки, Путин пытается наступать, он не демонстрирует никак. Но если он продемонстрирует, то через какое-то время, я думаю, что и помощь они могут замедлить, потому что это огромные миллиарды, от которых они не видят бенефитов. Они же тоже прагматичные, достаточно циничные люди. Они же не ангелы небесные на Западе. Если бы я попросил вас несколькими фразами буквально охарактеризовать сегодняшнюю ситуацию вокруг украинско-российской войны. Ну, это чисто свет и тьма. Это войны света против людей, которые точно не знают, какая у них цель. которых едут, чтобы избежать семилетнего срока за наркотики, 15-летнего срока за разбой и так далее. И продолжают вербовать. Дело-то Пригожино. Пригожино нет, а дело-то Пригожино живет. Продолжают вербовать. Яшин говорил, что к нему на тюрьму заехали вербовать, воевать. Я думаю, что не будет никакой мобилизации, потому что выручки от нефтегаза столько. Они в Москве платят 7000 долларов, если ты подписываешь контракт с Минобороны. 7000 долларов на старте платят. 7000 долларов. Ты подписал контракт, получил 7000 долларов. Это не шутка юмора ни в какой стране. Это деньги, на которые ты что-то можешь в своей жизни бедной жизни сдвинуть. так как у них они решились уже на такие деньги, в какой-то момент поставят 9000. 10000? 15000? 15000 даже не нужно. За 10000 приедет вся бедная часть юго-восточной Сибири, Южного Урала, приедет северная часть, приедет Петрозаводск, Ленобласть, Новгород, Псков и Великие Луки приедут. Это большие деньги. Нет, не все, кто без совести. Приедут те, кто без совести и у кого выбор, как цитирую, торчатся от соли или детям оставить хотя бы двухкомнатную квартиру. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столица независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Что сейчас происходит вокруг войны? Какой вы видите ситуацию на фронтах и дипломатическую ситуацию? Что на поверхности? Не хватает вооружения, не хватает дронов, не хватает медицины. Она идет как бездонную мясорубку. Несмотря на то, что весь мир помогает и внутри очень крутые логистические параллельные связи налажены. и тот маленький склад, на который мы первый раз привезли больше года назад, сейчас выглядит как реальное предприятие по распределению профессиональной гуманитарной помощи. Она идет, 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 а ты едешь туда, а оттуда скорые помощи навстречу идет. Я не знаю, я понимаю, что у народа очень большая выдержка, и народ много терпел, и долго был не свободен, и много раз высказывался и рисковал за свободу, но Орда очень сильная, очень сильная, она российское государство, она такая машина мобилизационного типа, она сильнее, когда она в страхе, изумлении и в мобилизации. Вот, если она ослабела, нужно всем соседям ударить по голове, чтобы они на тебя ополчились, сказать, смотрите, мы в кольце врагов, и тогда вот эти противоестественные внутренние ресурсы, которые в целом нужны людям, чтобы там, не знаю, успехи в спорте показывать, в космосе, в изобретательстве, они мобилизируются на агрессию, на агрессивную, как им кажется, защиту, защиту через нападение. Странно слышать, но о том, что они бы напали, я это слышу в том числе от людей с красным дипломом. Они оправдывают просто эти действия образом. Вот, поэтому дай бог усилия украинской дипломатии, и чтобы получилось заполучить достаточное количество всего, того, чтобы как минимум не отдать больше ни капли земли и сохранить как можно больше жизни, потому что современное высококачественное оружие, оно сохраняет огромное количество жизни. Опять-таки динамика, давайте мы, чтобы совсем это не было, динамика, она очень разная, разнонаправленная. С какой-то стороны, да, это фабрика дронов работает, и дроны выпускаются, и там налажены, с другой стороны, ну, они пока небо контролируют, они их сбивают просто на ежедневной основе. Небо пока больше под контролем вооруженных сил России. ну, для вас тоже не секрет. Не секрет. Поэтому спрашивали, где были, мы прошли весь, ну, не весь, а в 7 или 8 километров, ну, так как мы до этого засиделись очень сильно, быстрым шагом пробежались практически по острову Хортица, откуда есть пошло первая точка независимости и национальной идентичности. Вот, очень интересно, познавательно. Спустили воду в Днепре. Понятно, что для экологии это, ну, опять, когда-то, когда ее подняли, это было, наверное, не идеально, но любое изменение, оно бьет по экологии. Сейчас спустили, оголились эти все камни древние, которые видели те самые люди 300-400 лет назад. Конечно, это дико красиво. Переговоры, да. Да, я еще про Запорожье хочу сказать. Я разговаривал с людьми, которые рассказывают последовательно, как и куда прилетало в Запорожье. Такое впечатление, что это злой, тупой, бухой, слепой и глухой великан просто херачит камнями в муравейник. И куда попадет бессмысленно, безидейно, вслепую, ни на слух, ни на звук, а пустые какие-то гаражи, реально пустые склады, детская площадка ночью, кусок жилого дома, там действительно были поражены какие-то объекты инфраструктуры. Здесь хотя бы какая-то наверное есть военная логика в этом. Но количество прилетов без какой-либо военной логики, я просто слушаю этого человека и у меня просто глаза лезут из орбиты. Рандомное просто швыряние ракетами по огромному жилому живому городу. Чтобы просто всем было всегда страшно. Да. Переговоры Сильзинпина и Байдена в Сан-Франциско. Что вы там увидели? Я не следил, буду предельно честен. У меня распродажи и свои проблемы. в моей ленте быстрых новостей видимо не было ничего яркого и глаз не зацепился. Простите. А еще год назад Украина была на первых полосах всех изданий на Западе. Сегодня упоминания о нашей войне крайне редки. Значит ли это, что Запад устал? Значит ли это, что Запад будет пытаться склонить Украину к переговорам? Запад а устал, б мощнейшая повестка палестинская в последнее время была. Я думаю, что она уйдет с первых полос гораздо быстрее, чем украинская. Гораздо быстрее. Но то, что произошло, это то, что всех жутко встревожило. понятно почему. Потому что боялись подключения всего арабского мира. Весь арабский мир не подключился, кроме Йемена, у которого нет еды для своих детей, но есть бомбы для Израиля. Не подключился толком даже Иран. Хотя заявления были страшнее страшного. да, повестка сместилась. Я думаю, что несмотря на заявления, о других заявлениях, может быть, что Украину никто не склоняет к переговорам, я не сомневаюсь, что я не сомневаюсь, во-первых, что все со всеми переговариваются, еще раз, все со всеми. И я не сомневаюсь о том, что Украине постоянно как минимум предлагается понизить градус и смириться с потерянной землей. Вот. Ни общество, ни армия. Ну, в Украине, поправьте, если я не прав, если я вижу это одной силой, а не двумя, по сути три силы. Есть административно-дипломатическое, это Зеленский с его командой, есть силовики украинские, у которых очень много прав сейчас, и являются ли Зеленские силовики одной силой или нет, здесь я сказать точно не могу, вы это знаете гораздо лучше, чем я, в какой степени они являются одной или разными силами. и есть сила общества, да, и есть сила армии. Все эти силы не готовы сейчас признаваться, подписывать или садиться за стол переговоров и соглашаться с тем, что они будут продолжать попыток военным путем вернуть свою землю себе. На данный момент этого консенсуса нет. Этих голосов больше, чем тогда, когда мы с вами тогда говорили, потому что тогда они уже были. И от каких-то сраных блогеров нам прилетело с вами, если вы знаете. Вот. Но так или иначе, у меня чувство, что все идет все равно туда, и это будет очень тяжелейшим испытанием и для государственности, и для общества, и для команды, вот той самой команды, которая феноменально обеспечила, еще раз говорю, и деньгами, прогарантировав финансовую стабильность Украины, и деньгами, и вооружением, и огромной моральной поддержкой всего мира Украину, что позволили выстоять и совершить три удачных наступления достаточно больших. Вот. Пока вопросов у меня больше, чем ответов, у меня нет какого-то четкого мнения, так как я не живу там, не нахожусь, а был три дня, когда истерически впитывал все, что вижу и слышу, но то, что я вижу и слышу, не является профессиональным сделанным статистическим вопросом. Поэтому меня окружают люди, меня окружают военные люди, которые занимаются отправками гуманитарки, бизнесмены и те бизнесмены, которые большую часть от своих доходов так или иначе тот или иной фонд поддерживают на постоянной основе всегда. Больше, чем десятину отдают всегда свою поддержку ЗСУ. то есть у меня наверное неидеальный идеальный срез. я вас немножко попрошу быть пророком. Скажите, чем все закончится в результате? Я не знаю. Я клянусь, я честно не знаю. Это очень большая ответственность. Я не профессор Соловей. И несмотря на то, что я не пытаюсь никуда не баллотироваться, не сбраться и кому-то еще понравится, я клянусь, я не знаю. А логика подсказывает плохие сценарии, я их озвучу к нему. А на чудо можно надеяться? Нет. А распад Советского Союза был не чудом? Как мы поняли, что это был полый распад, учитывая то, что Россия контролирует Армению, Беларусь, частично, частично Молдову, частично Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Туркменистан, это был полураспад. И долгое время, до 14-го, 14-го, контролировало Украину, и до 22-го, в мягкой степени, тоже контролировало Украину. Количество чекистов в виде замов таможни, министерства обороны, силовых структур, количества чекистов там было полно, может быть, сейчас даже все равно еще какие-то остались. Вот ситуация с Моторсич, это ярчайшая вещь, как Путин контролирует все. Да. Один из первых жертв путинского желания контролировать, Юрий Шеффлер, уехал через три недели после того, как Путин был избран, потому что он выгнал какого-то чекистского зама в своем союз плод-импорте. Это миллиардер Коклер, да? Да, он миллиардером стал не так давно, он просто гениальный торговец и производитель. Вот. Тогда он уехал и его экстрадировать и убить пытались. Вот. А причина то, что он выгнал зама из КГБ. Причина, первая причина конфликта с Саакашвили и Путина, Саакашвили повыгонял всех замов, которые были везде вторыми лицами на контроле всей грузинской экономики, Центральный банк, силовые структуры, таможня, тепло, газ. Вот везде царь, говна, воды и пара, везде вице-царь должен быть КГБшник. Так Путин контролирует все. Все и все эти страны. Это абсолютная правда. И до 21-го года включительно, я дословно знаю, я не буду говорить, каких органах, дословно знаю, что высшие сотрудники ФСБ просто работали в Украине. Вот. И причина конфликта с Зеленским очень похожа на причину конфликта Саакашвили. Это попытка избавиться от вот этого людей, которые живут в твоей печени и жрут все, что понравится. Глисты? Хуже. Глисты с большими челюстями, такими зубастыми достаточно. Вот. Поэтому был ли чудом? Да. В 89-м году искренне не верил, что он распадется в 90-м уже на это видео, какие толпы выходили в Москве и как прячутся менты, было понятно, что гидроудар не за горами, что эта лавина в случае чего просто смоет абсолютно все, включая себя уничтожит. Вот. И Ельцинский закон о свободе торговли это был вход в закрытую дверь, чтобы немедленно компенсировать полное разрушение советской торгово- распределительной системы, переход к капитализму. Вот они просто сделали бы на три месяца позже слово «голод» не было бы, вот он вернулся бы весной 92-го, если бы они не сделали в январе 90-го. Вы вспомнили Саакашвили? Слушайте, президент Грузии Соломе Сурабешвили, которая находится в конфликте с российской группировкой, руководящей Грузии во главе с олигархом Бедзиной Иванишвили, в состоянии прочерком пера помиловать Михаила Саакашвили. Почему она это не делает? Не знаю. Боится. А почему еще? Боится. Какой еще? Ну, мне уже не вряд ли личные счеты. Я не думаю, что в какой-то момент нахождение в тюрьме опять-таки я не очень не очень хорошо знаю грузинскую повестку, кроме того, что там очень часть общества стала от русских туристов, другая часть очень неплохо на этом заработала. Я не очень понимаю, какая реальная поддержка сейчас у Саакашвили. когда-то при определенном уровне свободы слова, который в России, кстати, надо отдать должное, был, Михаил Ходорковский садился олигархом, выходил народным героем. То, что сейчас происходит, например, Навального, о нем нет упоминаний, его нет в повестке. И результат, грубо говоря, как бы это жутко не звучало в отношении людей, которых пытают, не очень предсказуемые изменения рейтинга после вот этих долгих лет пыточных. Я не понимаю, как будут относиться к Саакашвили в Грузии. И я при всей моей поддержке Алексея Навального, кроме моих личных отношений с его семьей, я сделаю все для забвения. Это имение не произносится. Нигде больше. Если каждое дело ЮКОСа выступала Антон Дриль, и там было 500 тысяч камер, это было по всем новостям, несмотря на негативные коннотации, безусловно, но это было по всем новостям, то сейчас это же гробовая тишина. Я просто не знаю, как в Грузии выстроено, там, наверное, гораздо больше свободы слова. Но я не видел больших митингов с требованием освободить Саакашвили, я не видел людей, штурмующих тюрьму, и не видел огромного запроса в обществе расклеенных плакатов, трафаретов, стояния на около парламента и так далее. Может быть, я не так внимательно слежу за этой повесткой. Опять-таки, при всем уважении к их реформам, эта троица, которая была, она была совершенно феноменальна. И то, что у генератора реформ Кахи Бендукидзе был профессиональный рупор, который объяснял это людям, это, конечно, было просто, вот это было чудо на постсоветской стране. При этом уровень коррупции на 2003 год в России был на 30 или 40 позиций лучше, чем в Грузии. Грузия была просто ну вот в пол плевка до Дзимбабва. Да, да, там в какой-то момент было настолько плохо, что отопление не работало. Просто как государство катилось куда-то к первобытному общинному, ну то есть была совсем бедность и они крали вообще все. Мне так Кюли говорил, когда главный вор в законе прилетал в Тбилиси, его встречал с кортежем вообще-то, министр внутренних дел. О чем говорить? Пару вопросов еще буквально. Скажите, что это за парень Милей в Аргентине? Что вы о нем думаете? Я спросил моего товарища либертарианца со стажем, серьезного либертарианца, что он про него думает. И наверное я воспользуюсь его ответом. Я за ним пристально наблюдаю. Давайте смотрите, видно птицу по помету. Давайте посмотрим по первым действиям. Все, что он говорит и декларирует, мне очень близко, кроме абортов. Но даже его объяснение по абортам гораздо более логичное, чем, например, польский религиозный запрет. Здесь он трактует, что зачатые несколько клеточек являются отдельной самостоятельной жизнью и не женщине решать. Это именно либертарианский подход к этому. Либертарианство, оно широко может трактоваться. И это хотя бы понятное объяснение, слава богу, не религиозное мракобесие. Безусловно, у меня нет сомнений, что до какого-то разумного X времени у женщины абсолютно полное права делать работу. Но кроме этого, пока его даже покритиковать не за что. Давайте посмотрим по первым делам. Это очень коррупционная страна. Я очень много общаюсь с аргентинцами из-за своего спорта. Это страна абсолютно в которой живет я вот читал интересный перевод Эрнандо де Сотто про реформы в Южной Америке. Она не внезаконная, а как-то там очень интересно перевели параллельно законная страна. То есть государство живет своей жизнью, а общество реально живет абсолютно своей жизнью. Их нельзя назвать нарушителями закона, они живут просто в реальном мире, а государство живет в нереальном. И так очень много именно зараженных социалистической логикой стран Южной Америки очень много бедствуют и живут долго плохо из-за постоянного голосования за социалистов и популистов. Давайте посмотрим, что у него получится. Я помню программу, которая была на новый 2004 год, когда огромное количество очень уважаемых грузинов выступало по российскому телевидению, сказали, что это вискочка Саакашвили, что у него ничего не получится, просто тоже хочет воровать, что это у нас просто другая страна, здесь ничего никогда не будет, здесь всегда было так, и нам это просто хочет продать все запад, ну, вот эти паттерны, всю эту хрень они несли. Давайте посмотрим, что он реально будет делать, и сделаем выводы. Все, что он декларирует, абсолютно все классно, кроме абортов, я еще не знаю, что там не классно, но опять-таки у каждого либертарианца есть слабые стороны, вот моя слабая сторона это наличие МЧС и скорой помощи, вот, я тоже считаю, что некий страховочный механизм государства должен быть, и как я теперь вижу расходы на армию, это все-таки нешуточные должны быть в стране, здесь Голдемейр была права, вот, в какой бы стране это ни было, нужно точно мочь себя защитить, так как, чтобы никакая операция Тетенбаум даже не пришла в голову этот захват немецкий, а потом и всей части Швейцарии, которую придумал Гитлер в 41-м, и которую не получилось, не стали реализовывать из-за того, что получили бы жесточайших, война бы просто закончилась, потому что швейцарцы бы их, они бы увязли, как Путин в Украине, в Швейцарии бы на этом тысячелетний рейх бы закончился, где все понимали, где все бы говорили на одном языке. В горах сцен борется. Да, напоследок, возвращаясь к Украине, скажите, по ощущениям, по опыту, зло может победить? На длительное время, да. Но зло победило в 17-м году, стало еще хуже в 20-х, потом еще хуже в 30-х, связалось со вторым или первым на тот момент всемирным злом в конце 30-х и привело к абсолютной катастрофе в 40-х. Сколько это длилось? Сколько этот кошмар длился тогда? Вымаранные поколения, уничтоженные, не родившиеся десятки миллионов людей, убитые десятки миллионов людей и не родившиеся десятки миллионов людей, отрицательная селекция, просто психологические моральные травмы, которые до сих пор через поколения которые мы видим даже сейчас, видя выстраивающиеся детей буквы на снегу, наряжающих их родителей военную форму и орущих на них, как на плацу, как на неродных. Это же вот это вот все через 3-4 поколения этот уничтожительный код, он прополз через все этот червь. Российская империя, несмотря на то, что не была гуманной страной вообще, но наверное было бы сейчас 600-700 миллионов человек, если бы не мясорубка 20-х, 30-х и 40-х, вот зло победило настолько надолго, что уже на второе поколение казалось норм. зло может победить. Спасибо, Женя. Знаете, за что спасибо? Больше не позвоните, наверное. Нет, позвоню и не раз. За очень честную беседу спасибо. Честную, это важно, и умную. Я же не избираюсь, в чем мне врач. Да, и это прекрасно. Я не избираюсь, я фактически дистанцировался от всей российской политики, я не так много соглашаюсь уже на интервью, я их сократил насколько только было возможно. Вам не могу отказать. С вами приятно. Спасибо, это взаимно. Спасибо вам. Тем не менее, мы будем продолжать ровно до последнего, до того, как Украина скажет, хватит, мне больше ничего не надо, я и мое окружение будет продолжать вот когда это будет сократиться в 10 раз, мы будем дальше привозить в 10 раз меньше, посылки будем отправлять, мы не остановимся. Я помню 6,5 тысяч пар глаз на бизнес-концентрате в 21-м году, которые смотрели и слушали на меня, и это пришло время вернуть должок, меня приняли как родного, меня любили, носили фактически на руках, и я должен делами сказать спасибо стране и обществу за то, что когда меня, моя родная страна пыталась нарисовать мне лет 17 тюрьмы, вот, приняла как родного, поэтому, и поэтому, и потому, что это правое дело, и потому, что мне гораздо ближе украинская вольница, киевская Русь, слово Русь еще можно произносить, простите за мрачную шутку, мне гораздо ближе дух вот той свободной торговой республики, нежели дух Орды, поэтому, если кто-то смотрит сейчас, в тот самый Чичеваркин в инстаграме есть телефон моей помощницы, купите со мной ужин, потому, что там еще есть прекрасный аппарат за 4 миллиона гривен, который попросил центральный киевский роддом номер один, для, это очень сложный аппарат, его можно назвать УЗИ, но это гораздо более сложный, чем УЗИ, для выявления патологии на ранних стадиях, чтобы понять, что все с ребенком так или не так, на очень-очень равных стадиях, когда не поздно принять то решение, против которого выступает Хавьер Милей, или как его зовут, вот, у них феноменальная реанимация, а было реально в детской реанимации, ну, через окно, понятно, через окно и в халате, вот, где детей до килограмма выхаживают до, ну, и потом получается абсолютно нормальные полноценные дети, где делают феноменальные вещи, которые принимали роды и кесарево во время бомбежек в подвале, и это все засняло, это все выложило, вот, и там много крутейших аппаратов, в том ключей, в том числе реанимационные, но нет вот этого за 4 миллиона гривен для патологии на ранних стадиях, у них аппарат, которому 10 лет, а его пора менять, понятно, что у МОЗа абсолютно другие приоритеты во время войны, и это абсолютно полностью понятно, вот, и они попросили тот самый, в общем, контакт, который нас состыковал кровати со всеми семью больницами, вот, они попросили, что если у нас будет такая возможность это сделать, поэтому я готов на любую ужинную конфигурацию, я просто ничего больше не умею, вот, в Хайде или дома за половину этой суммы или лучше за всю и можно тогда большой компанией, вот. Спасибо вам. Вам спасибо большое. Спасибо.